60-е, 80-е годы. То, что можно использовать в этой неделе для того, чтобы добавить какое-то настроение, сделать что-то очень необычное из-за личной недели. А этот дизайн, это как раз мой сегодняшний шарфик. Что здесь у нас? Тропический. Тропикал здесь. На самом деле здесь у них изображён угол. А вот Монсеррат, это у них гора обычно. Тропический стран, где они ставят кого-то, кому они все подгоняются. Если я не ошибаюсь, то мальтиники. Тут изображена птичка. Я сейчас не буду вас обманывать, но на эту тему здесь тоже есть. В общем, яркость и радостность всего. Я не скажу, что Prestigious — это вот эти только дизайны, потому что это не были, наверное, яркие сумасшедшие вещи. Prestigious — это всё-таки английский гранд, который удерживает свое имя. Вот этот каталог Amplicaus, он как раз в очень классическом, очень спокойном виде. Если предыдущий каталог нам нравится, они красивые, может быть, их всё-таки сложновато будет как-то с ними работать, но надеемся, что это будет происходить легче и легче. То этот каталог, он более понятен нам. Это каталог фасеки. Здесь есть фактично зрень, дамаски, волоски, даже жули. Вот в прочтении вот в этом направлении. То есть спокойно, очень всегда, опять же, блин, очень на яйцо. Что мы здесь видим? Мы не примем, это традиционный для шунозы и вообще для классики. В таком чуть-чуть, конечно, сельвенном, конечном прочтении, да? Спокойном, без тяжести, да? Это вышивка, да? Это здесь, значит, состав. Плестер, хлопок, пилон. То есть здесь вышивка идёт хлопковая. Мне кажется, это хлопковая вышивка. Обычно висхозик, да, всё-таки вышивки делают, из-за этого получается такой блеск. Здесь, как раз, вы посмотрите, такое ощущение, что это на шерсти, что-то такое, ну, шерстяное, что хлопокое, такое вот, ну, ничего не чувствуется. На самом деле, это хлопок в специалистском составе, что облегчает очень часто жизнь клиентами, дизайнерами, потому что шерсть работает и не так легко. Они есть. А вот, скажите, раз, вот эти ткани, в основном, они прикольны для степки или всех, для маркировковых, химичистых? Они нет, химичистых, химичистых. Ну, отличие. Отличие. Вот. И, значит, идут компаньоны и вот эта вышивка матовая, да, которая, вот отличая вот эти дизайны, этот уголок вообще. Здесь дизайнские цветы и вышивка есть еще в другом дизайне, сейчас, например, вот эта полоска. Такая чуть-чуть винтажная, потертая, очень интересная. Ну, это коллекция Кантри, да, по-моему? Это Кантри Хаус, да. Дамаск тоже. Ну, у нас все знают, потому что люди нас любят Дамаск. Очень красиво интерфируется, хороший, очень мягкий складочек получается. И это Жакарта или Жакарта? Да, Жакарта. Это Жакарта, да. Состав здесь тоже идет к лесу, но он не скоро. Сто тридцать четыре. Сто сорок три. Сто сорок три. Это ширина. Где-то общая. Спасибо. Вы ее потрогаете? Да, да. Ой, это коллекция. Она очень мягкая, очень хорошо архируется. И вот на ледушке, Даша. Здесь пишут, что на верху, здесь на подушечке. Ну, англичане, вообще-то, они тонкие ткани, да, как-то используют? Для обивки. Ну, чехлы можно. Ну, для интерьерной обивки можно. Ну, да. Если смотрят очень подорога. Ну, для нечастого использования, скажем так. Конечно, если с вышивкой, там, сложенную. У них же в основном чехлы, они его меняют, снимают. У них же не такая обивка идет, да? Ну, по-разному. В основном, традиционно, это, по-моему, чехол, который одевается на кресле, да? Ну, вообще, традиционно, да, изначально, как-то исторически, лен используется для обивки. И очень часто в Англии, да, и лен, он используется для обивки и сейчас. То есть, сейчас мы как-то боимся, да, вот этой ткани, то, что она тонкая, то, что пленая, полиэстреная, все-таки. А все-таки мы его используем. И используем со стойкой. Да, да, да. У него все-таки есть свой колорит, и его иногда ничем не заменить. Не забываем, что из них арканы, которые стоят в кассироте. Ну, опять же, тема узнаваемые шназы. Уже спокойная она, да, уже всем понятная. Нет такого густого красок, это здесь же пионтики. А где сливы? Это второй дизайн с вышивкой. Тот стоил сто восемьдесят девять долларов. Этот стоит двести два доллара за день. Опять же, здесь основа блестер с хлопком и вышивка. Напоминает кружева, да, что она очень тонкая, да. На самом деле, посмотрите, насколько она качественная вышивка все-таки. Сейчас очень актуальна шерсть. Сейчас зима, да, все-таки. У нас в России как-то с шерстью, ну, по-разному, да. То есть, когда так хорошо идет, кто-то не занимается, все, но шерсть все-таки имеет свои минусы. Просто у нас, по-моему, в России пока не привыкли переодевать и на удобство сезона. Сами мы переодеваемся четыре раза, но дома почему-то универсальны. Почему-то. Да, и здесь будет уже очень оригинальный дизайн. Бутончики, которые, в общем-то, рекомендуется. Я его как-то не рекомендую, но... Бутончики. 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 Тоже актуальные вот эти цвета, да. Жуи без человечков. Это в народе кавычках называемые. Туаль. А где люди? Туаль. Без человечков. Без человечков. Без человечков. Она похожа просто на жуи, да, чем-то. Ну вот это мы так просто... Нет, на самом деле это и есть туаль. Туаль – это повторение сюжета. С человечков, не человечков. А жуи – это конкретно французское. Ну да, да, в жуи – это просто туал. Чуть-чуть умнее цвета, то есть да, у меня вот здесь все спокойно и все рабочее. Да, очень именно такие вот. Настя, твой любимый цвет такой зеленый. Я не быстро. Мне кажется, что я уже так долго устала. Мне очень интересно. Нет, эти каталоги надо приобрести и смотреть целыми днями. Этот каталог, на самом деле, вот я ею показываю, думаю. И он, ну, это такой вот один из хитов. То есть на него очень стоит обратить внимание и запомнить его. И, конечно, приобрести, потому что, ну, вот, вот. У меня это грудь. Высер. И вот в таком тоже интересном цвете, который, да, повторяется, когда он есть в лайфе, да, вот этот желтый, здесь вот, конечно, спокойнее. Ну, все другие ощущения уже, да. Ну, как раз. Все это шарко. Ну, и вот, вот эти, опять же, серые, да. Ну, в общем-то, спокойные цвета тоже, наверное, всегда актуальны, да. Очень многие клиенты предпочитают такой рецепт. Здесь он, вроде бы, в английской классике. И все-таки переработанный, не совсем классик. Очень-очень лаконичный, очень-очень упрощенный. Хотела бы, ну, вот здесь у нас попросили мне принести еще потолок. Само мне он очень нравится. На самом деле, престиж с очень много потолоков, да, и много можно говорить. Ну, вот, как мы тут выяснили, эршир, местечко Шотландии. Вот, и такие дизайны здесь тоже очень спокойные. Ну, Шотландия, родина у нас Тартама, да, вот этих вот клеток замечательных, цветных. Ну, вот, спокойствие. Английская лаконичность и спокойствие. И еще хочется сказать, что в Англии, наверное, я небольшой знаток, но как-то вот чувство цвета у них очень такой вот, понимают этот цвет и очень тонкие вот эти вот лимфоды. И в этом каталоге очень чувствуется не чистые цвета, очень сложные цвета. И здесь вот такое тоже спокойствие, здесь вот больше такая вот гамма бежевая, серая, такая натуральная гамма. Ну, в общем-то, тоже это сейчас очень эвакуальная гамма бежевая и использование тканей, которые не привлекались к химическому отбеливанию. Вот, и здесь это тоже присутствует. Это на своем, который приходит и для обивки, и для квартиры, и очень хорошо такие образы. Здесь есть вот такой хлопок, ну, жакарный, да, то есть вот такие вещи интересные есть. Цены здесь разные, то есть вот от 80 долларов до 260. То есть здесь вот из-за сложности в дизайне дальше сложнее тем лучше. Широкие ткани тоже нет. Широкие ткани есть у Престижа, много более таких простые коллекции. Обычные министровые ткани внутри. Просто здесь есть некоторые ткани, которые прям, получается, на покрывало. Да, иногда смотришь на них. Ну, нет, здесь есть узелки 138, да. Очень уютные такие, да, вот. По-моему, они очень такие скандинавские, да. Получатся параметры, да. Но они вот здесь вот предлагают, я так понимаю, стиль. Вот все-таки, ну, он похож там на шале, да. Вот если здесь посмотреть, да, очень может, да, вот, сходиться. Так, я не забываю. Ну, наверное, все. Ну, пока. Для тех, кто хочет еще что-то, в общем-то, можно встретиться, да, еще посмотреть каталоги. Ну, в общем-то, их очень много. И коллекция действительно очень большая. И есть и традиционные вещи, и геометрия очень много, престижистых полос. И маленькие каталогушки, я напомню, какие-то все есть. Потому что детские, роскошные каталоги детские есть, да. Но это отдельная тема. Вот. Там тоже по ценам очень хорошо получается. То есть там от 43, наверное, до 30, тоже хлопки. То есть все очень доступно. Вот. Все. Спасибо большое. Кстати, у нас каталог...